Вот, 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 вот. А, спасибо. Аня, ушла? Знаете, кто чего? Вань? Да. Да, просто ответ. Вань, слышь, я говорю из-за негуманья. И вот, вы понимаете, в чём дело? Вот, насколько вообще везде всегда эта жизнь, всё отделяем на характер, человечество. Ещё другая вещь, когда тебе даётся какая-то руководящая должность, лучшего способа проверить, какой характер у человека нет. Получил должность, человек сразу проявляет свой характер. Потрясающе. Он, конечно, не хочет, он думает, что этого нет, но на самом деле всё лезет. Почему он? Он поступает так, как ему хочется, и как он чует. А это значило гораздо? Да, зналось. Когда Андрей Белоус получил в театре предложение, он, конечно, был звоном, растерян, ко всем рыбалкам, узнавал мнение к Медницкому, и потому что он там у него работал. Он, знаете, как Медницкий поступил, он сказал, «Мне жаль, что вы не любётесь моего театра, но я не хочу ломать вам судьбу». Ну, почти так. Ну, он очень мудрый уже, свирепый, но мудрый. И обратился к судину, к своему первому педагогу. Вот, когда выслушал условия, там условия были, ну, пока что вы там, значит, придёте как временно исполняющий, там, при 50-е. Но когда я услышал эти условия, он сказал, «Нет, я бы не советовал вам идти туда». Потом он ко мне. Я говорю, не задумываясь, братья. Но я говорю, давайте так, просто и два. Вы думаете, в ближайшие годы кто-то освободится какой-нибудь? Нет. Значит, это шанс. Единственный. Единственный. Дальше. Я говорю, но теперь надо быть очень точным исходить из ситуации, в какой. Впервые не должны повторить ошибку Моисеева. Он умный. Он сильный, умный человек. Но он сделал жизнь. До прихода в театр он дал интервью, в которой он сообщил, что сократит значительную часть театра, что всех переведет на контракт и т.д. и т.п. И будет делать европейский театр. Из какого театра? Советского. 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 Будет делать европейский театр. Теперь можете представить себе, как его встретили, когда его привели в театр. Там все встали и сказали так. Ни одного человека не уберете, иначе вас не будет. Это мнение. Все. Дальше. Вы поставили европейский театр в малородие? Нет. Так, пожалуйста, гордитесь, кто сейчас у вас. И работайте с нами. С национальным театром. Это не студия вам, которую вы можете распустить и собрать. И так далее. Представляете, в каком теперь положении Моисеев? Заявил одно, а делать не мог. Я тогда, этого не зная, конечно, еще. Но зная его интервьюер, Андрей Анатольевич. Послушайте. Это простые вещи. Не потому, что я много лет руководил театром, я немножко это знаю. Вы ни в коем случае не должны не только не заявлять, но и даже пробовать изменить театр. Вам, молодому человеку доверить. Крупное дело. Кто такой? Кто это такой? Что это? Крупное дело. Начинать разворачивать. Конечно, вам много там будет. И так далее. И так далее. Но. Вы должны прийти туда. Какие красивые. Я пришел с вами. Крупное. Красота. Пройдет год, второй. Вы разберетесь потихонечку. Когда вы приберете к рукам все в тяду, тогда вы и на контракт, и уберете, и так далее. Он не смог. Почему? Началось с директора. Когда он пришел в театр, директор перестал слушаться его предложения. Ну, и юридический директор. Выше. Выше. Да. Он хозяин. Государственного. Да. И, естественно, он бросился тогда в управление. А ему там сказали так. Через полгода мы выслушаем ваше предложение. А сейчас полгода работает. Даже там, так сказать. Еще до сбора трупы с директором этот скандал, причем явно, конечно, конфликт неразрешимый. А директор повел себя очень агрессивно, круто. Он до судьбы в управление, и я туда не поеду никогда и так далее. Почему директор? Так что убираем директор. Идите. Я опять говорю, Андрюша, он ко мне вдруг жалует на Аню, что вот она стопит. Понимаете, я ей там дал рот, а она и проигнорировала нас, меняла из-за съемок и так далее. Я думаю, вы же увидите причины. Какие? Ну, хорошо, хорошо, да, я вижу. Я говорю, ну, надеюсь, что это, так сказать, вопрос разрешено. И дальше все, так сказать, выстраивайте, как, так сказать, нужно. И вот последние дни смотрю, после все как было. Все нормально, встречались даже не в зале, если нет. Никакого слова нет. Конечно, вчера подранился. Что я первый подумал? Знаете, как это не будет? Можно я тебе переполосить? Как это называется? Насекомое, которое жарит. Змея и черепаха. Скорпион, да? Скорпион, да, скорпион. Но ты же скорпион, ты же скажешь, я тебя на тот берег, а ты же меня ужальшь. Ты шо, я дурак, жарить тебя, или я же с тобой сам погиб. Ты шо делаешь? Характер. Характер. Понимаете? Вот это, вот это проявление. Понимаете? Как ни... Вот не может человек удержаться. Спокойно. Ты пришел на постановку. Вот представь себе, что ты не пришел переделывать театр. Что на постановку? Вы работали. Скоро, вы понимаете? Годы начали. Как он имеет право вообще кого-то трогать в театре? Но, ребята, вы понимаете, какая штука? Там что начинаешь? Там начинается что? Там есть провокация. Там люди, которые, так сказать, демонстрируют свои отношения. И дальше ушел Моисеев. Значит, там было хорошо. А теперь что? Он видит, кто за Моисеева, кто к нему идет. Вы понимаете? Я боюсь, что Аня где-то проговорилась насчет симпатии к Моисееву. Понимаете? Это дошло до него. И он тут вспыхнул, конечно, и вызвал его. Я думаю, что это будет так. Что он узнал, что она не его, а Моисеевская. Потому что других я просто думаю, ну я же как бы, мы же оговаривали даже. Все вроде бы. У него же сейчас будет 10 съемок. Она же вроде отстанет. Все же нормально было. Она вообще тут на три состава. Он сам ее отпускал до съемок. Дело в том, что он ее отпускал еще до съемок. Она пришла и сказала, мне предлагают, мне можно или нет. Он говорит, ну конечно, мы же понимаем, что по зарплате мы не можем. Она говорит, я буду максимально стараться. Если бы она убегала. Ну короче. Это эти результаты. Вот ребята, как нам. Вот я говорю, что я рассказываю вам, как я совсем молодой попал, так сказать, в театре, где был директор Сильвы. А я сопрягал главные режиссеры. Я смотрю на него. Боже, как бы у меня стали таким, чтобы тебе приугрел, а ты даже не заметил. Причем не сделал дни-то реально не заметил. Абсолютно. Понимаете, да. И я думаю, боже ты, как он побеждал весь худсовет, который там разносит все что угодно. А у него жена была. Прима. В театре она играла все главные роли. А вы знаете, что он получал? Да. Ну вот, Маш. Супер. Супер. Решение принимаем. Все. Все нормально. Аааа. Боже ты мой. Чем можно победить? Понимаете эти вещи? Только удержать свои страсти. Пока что я вот вижу, что Андрей, как руководитель, понимаете, он срывается. Очень быстро все взрывается. Во-первых, результата сразу не будет. Это невозможно. Ну, хорошая там получилась вещь, что он сейчас вступил в доделывание спектакля, который уже варили и все разделали. Один делал, убрали. Второй доделал, убрали. И теперь он. Доделывает третий уже. Это выгодно. Если не получится, то он уже доделывал. А если получится, он молодец. Доделывал. Вот. Понимаете? Это как раз сейчас. Я когда узнал, думаю, это на пользу. Это хорошо. Пускай там будет. Не дойдет. Но вот этот вчерашний факт меня, конечно, сбило. Но не без этого. Я считаю, что Аня за кулисами где-то дала повод. Чего вдруг ни с того ни с сего. В поиске он сказал, что слишком много играете. Как Аня говорит? Мало играете. Поэтому одна ползала. Как? У меня 7 ролей за сколько там месяцев? 8 месяцев. Да. 8 месяцев всего. 7 ролей я убилась. Ну что? А он говорит, да. Вы знаете, вы редко уходите на сцену. Ну как? Я думаю, что ему просто хочется уже брать кого-то своего. нет. Нет. Вот опять шел разговор. У меня есть, так сказать, вот, кстати, и Игоря артисты, которые хотели бы ему показаться. Но я спросил у вас, если вы сейчас у свист постановку не имеете? У вас не какие-то артисты? Нет. нет. Нет, нет. До поздней весны, даже до лета, я никаких просмотров не виду. никого и не трогать а то это очень слишком так на мой снял меня с основной ставки на половину все понятно я понял у нас еще раз терство забыла принять бюджет на культуру все утвердили бюджет а потом вспомнивши культуру заводит у меня на радио работы национально сокращение 30 процентов персонала просто реально там я не знаю как на радио но я работал на телевидении я делаю что культуру забыли про бюджет как это люди которые забыли про культуру совершенно ноль копеек эти люди могли забыть так это хорошо что не с нами подождите во время репетиции я не слышу бандеренко я знаю вот так он молодой 50 человек старый человек а что от чего-то черное сердце ну понимаете так сказать все все погибают от сердца потому что последние кто останавливается чтобы там не это сама не болела не сгорала сердце это последнее что говорим на уже жизнь скончилась но причины понимаете и даже сегодня по разу сказали что еще точно сказать повод не он значит произносил монолог и у него зрители и у него зрители из рук выпал реквизит реквизит сразу тут же прямо на сцене красиво извините зато нет ничего прекрасного для артиста хоть и молода и страшно садился но мечта артиста я его сейчас они были казачникова и на я поздравляю я когда пришел в театр в университет на курс кружковской меня пригласили на третий курс а он уже выпустился и я взял на курсе в работу там акт почти целый с горя от ума ну на курсе как бы пробовали пробовали но нету фануса ну че там играет опытного старого человека зачем а он всегда был такой полный можно он ходил все время он с удовольствием да давайте я уже подыграю вот и мы с ним выпустили эту сцену теперь вот в мукачево я подсел и он говорит ой как замыкал а я ведь вы помните я думаю а меня удивляет что вы помните да вот он говорит что что у меня есть фотографии у меня записано это все за тебя часто и смотри как начиналась у него актёрская деятельность как она сюда пришла и он говорит нет нет это для меня вы знаете такой важный момент в осознании себя вот последний что я не видел поэтому как в декабре что скажем сделаем смотрите другие это их это или